Ну, это, что, заходим? Да, заходим. Давайте без эливеранцев, а то у нас это, колодрыга такая. Время. Все вверх же. О, так вы что делали, да? Так, смотрите, как пристройки, как новое, как делали. Пристройка же новая сделана, Игорь. Вам надо, вам надо доканчивать тут все и это, жить и радоваться. Ага, денег нету. Ну, это понятно. Это вы сюда деньги, желательно, да? Ну, да, вот двери, вот смотрите. Это я отогреваю двери, сейчас замерзают они. У нас это время мало, у меня машина, потому что стынет. Вот, смотрите, видите, это вот пожертвовала нам женщина, смотрите, какой гарнитур. Я говорю, вы лучше хлеба пожертвовали, она говорит, нет, Лен, хлеба каждый день ты найдешь, а гарнитур такой не найдешь. Не найдешь, не найдешь, однозначно. Ну, представьте, она прям, это. 1025, ну, у нее там на мебель, блин. Мебельные фабрики, это, кто он муж или кто работает, и она нас, я вообще прям так удивилась. Вот есть люди. Не слово Христову, что вы пусть вешли хоть. Икону не вижу пусть. У меня вот, вот икона вот здесь. А, понял. Ну, я всегда туда молюсь. Мирному вашему. Здравствуйте, дети. Да, дыры везде, вы видели, дом такой. Все в дырах. Да, да, да. Ничего я не видел. Ну, с той стороны вы не обратили внимания. О, в общем, у нас это... Релян, прийми, пожалуйста, то, что мы привезли. У нас к тому, что мы сказали, что угля нету, да? Нету, но угля нет. Дрова есть еще старая всякие, но угля нету ничего. Ну, я понял, это вы деньги потратили все вот в ремонт, да? Окна поставили, отопление, 260 тысяч нам пожертвовали общие. А что окна у нас открыты? А кто открыт? Ничего себе. Это из ребятишек, сейчас девочка к этому выглядит. А что ж вы не закрываете окна, ребятушки? Мы все экономно сделали, мы и так все, я уже в долг влезла. И, в общем, мы что могли... Мы же новую проводку поменяли полностью, у нас проводка вся горелая была. Счетчик новый поставили. Ну, потому что это Александр там один есть, он говорит, Елена, ну, не надо было наводить красоту окна, двери вставлять. Ну, вот сейчас, посмотрите, как не надо было. А если бы я не вставила окна, двери? Ну, как... Это нет, я-то... Не, они же делают новые пристройки. Я-то все понимаю, у вас же там утеплитель везде есть, да? Нету. А, нету. Это голый газобетон. Если я вот сейчас не включаю вот это, у меня 2000 кВт за месяц, представьте, на воду. Да, это просто на газобетон у вас все? Это газобетон, что... Вам с той стороны сайдинг надо делать. Да, да. С той стороны надо утеплитель еще делать. Да, да. А так бы вам вообще была труба, это 100% я хочу сказать. Да, это голый газобетон один, он слабо держит. Ну, вот, если я вот эту не включаю, я отоплю печку. Хотите, я печку покажу, какую мы сделали? Давайте. Хотите? Давайте пройдемте на подвал. У меня же огромный подвал получился. У нас была раньше вот одна комната, смотрите. Вот здесь вот. Ну, тут еще везде ремонт надо делать. Да, это понятно. Тут, что у вас ремонта нет еще. У нас вот, видите, здесь гнил пол, мы поменяли весь пол. Видите, надо надо доделывать. Ну, это новый, да. Да, и стены поставили. Это все на 260 тысяч вот этих пожертвований. Да, я вам поопределяю. А у нас раньше вот это одна комната. Что это вы экономно еще сделали его? Да, у нас, это я вообще, я говорю, мне Бог помог так, дешевле. Ребятушки, у вас сколько здесь много-то? Как у меня собак. Видите, одна комната работала. Вот здесь была печка, вот здесь, сломанная, старая. И когда мы топили, здесь-то вот одна комната только отопливали. А так у вас тут газ проходит же где-то. Вот рядом, прям под домом, вот. А что вам газ-то не провести? У меня нет денег. Ну, 260 собрали. Так у меня же не было здесь много. Надо еще 100 собрать. Вот надо вам узнать, сколько у вас застройщик берет. Может вам как многодетные. Они дорого берут, там больше 100 тысяч. Может как многодетные, может вам скидку сделают. Ну, давайте я покажу вам печку. Вам надо поговорить об этом денег. Не умолят поток. Это здорово, да, представьте. Это вот с мая месяца. Ничего себе. Была же вообще такая хлевушка была. Без мужа, без хозяина, конечно. Это как я осталась без мужа. А пока с мужем мы квартиру снимали. Мы даже не думали об этом. Ну, вот видите. То есть это Господь помогает. Не, ну тут однозначно. Вот чеки там, Игнат Тихонович говорит. Чеки, я тут и без чека беру. Это же видите, тут 260 больше. А одно отопление 130. Да я сам дом все строил, так что я... Представьте, двери на заказ 18 тысяч. Самые дешевые нашли, потому что они нестандартные. Две двери уже 36. А, ну вот под этот надо... Две двери 36. 11 окно, еще второе 12 окна. Это уже... Ну, вы считайте. Ну, вот уже 200. Я как нечего делать. Я еще умудрилась, а вон там сделать пол весь поменять. Вот еще. Это... Ну, что тут... А дерево стоит тоже дорого. Сколько ты мне в том году брал? 6 куб. 6,5 или по 6,200? Я нашла по 4,5 тысячи куб даже. Я нашла в этом году. Не, ну мы... Это вот я в том году... Вот делали в гараж. Мы тоже 6 и по 7. А я нашла по 4,5 даже тысячи куб. Чтоб все сэкономить. Все прям экономила. И вот эту пенсию Настину получу. Я все сюда тратила. Лишь бы детям вот это сделать. Ну, покажу вам подголубь. Так, это... Надо посмотреть, как угляка, где дровинник. Там такие сложности. Лестницу. Видите, мы же это все тоже залили. Ее же не было, эта лестница. Подождите, ребяточки, подождите. Сейчас придется. Мы когда первый ролик-то снимали, когда Сергею парализованному, здесь же вот этой даже не было. Да я понял, что это новая у вас. Еще вот эта тоже в 260 тысяч мюсер. Ну, это тоже стоит. Ну, это вот она пристройка новая. Это вся вот. Нет, это вот соседи там. Нет, это... Это новая пристройка. Вот эта новая. Нет, ну понятно тут однозначно, что Игнатий Ильич спрашивал, у вас там, это, говорит, 80 тысяч было, а у вас 260 даже. Так, представьте, еще вот эта лестница, вот эта лестница. Ну, у вас только на пенобетон ушло, наверное, десятка, да? Где-то. А то и больше. Тут с цементом больше идет. Еще песок нужно было. Вот представьте, мне сейчас только топить получается. Я уже не рада. Была бы у меня одна комната там. Ничего себе. Много топить. И вот здесь, видите, тоже. Вот мы еще стены поменяли, бревна. Вот эти все сгнившие бревна тоже в 260 тысяч. У вас хорошо, как тут, здорово. Представьте. И вот поставили, какие стены, смотрите, начали. Вот это все углы, видите, все сгнило. А у вас санузел здесь, да? Нету санузла, у нас туалет на улице. Еще я сделала что? Туалет на улице. Я сделала новую канализацию, посмотрите, в 260 тысяч еще чеки. Здесь провела горячая вода, водонагреватель. Но еще не подключила. И всю сантехнику поменяла. А здесь вы что хотели делать? Котельную? Видите, все новые провода, все провела. Котельную здесь или что? А вот у меня печка, котел. Вот это в этом году. А, вот вы так углем топитесь, да? Здесь уголь, и вот там электрический еще подключается. Я когда это... Потому что ночью, ну, два часа не топишь, очень холодно. И за дырок все. А, поэтому у вас электричество идет, ну, ясно. Если я не буду... Ну, у нас у родителей такое же тоже. Ну, дорого, это дорого. Входится ужасно. У нас сестра хорошо получает, поэтому она себе может позволить. Ну, когда сильно, вот сейчас холодно, то они топят углом. Я все изучила. Здесь, видите, вот эти всякие специальные штуки. Здесь насосы. Вот тоже, если электричество отключат, насос на второй этаж туда не подает воду. Все, замерзли. Ну, хорошо, что вы в центре города практически, так что... Так что тут, я думаю, редко отключают. Мы купили генератор на всякие случаи, потому что, чтобы дети не замерзли, если свет отключат, генератору подключится, ну, хоть два часа. Вот мотор. Мотор-то на второй этаж же подает. Ну, в общем, тут вообще ужас. Я не рада этому думу уже. А тут еще, видите, какое у нас помещение? Дальше. Так вот подвал у нас. Ой-ой-ой, ничего себе. Ну да, это подвал. Тут еще обвенаживать, еще 250. А, вот он, да, этот генератор? Да, вот этот генератор, вот этот. Который, если отключить нам свет, чтобы подключить его. А сколько у него? Сколько он стоит-то? 25 тысяч стоит. 12, мы нашли 12 у знакомого. А, вы срубрали. Я все еще, я по Авито узнаю, я все, я все самое дешевое. Ну, и вот тут, тут однозначно очень плюсовая температура. И поэтому здесь тоже идет отопление и сюда. Знаете, почему пришлось отопливать? Сколько угля уходит в день? Ой, два ведра. Два ведра, да, в день? Два, два с половиной. Два ведра в день, 25 килограмм где-то получается? Ну, много. Ну, я стараюсь экономить. 25 килограмм в день, это если еще на 4-5 месяцев, на 5 месяцев 20 возьмем. Ну, вот здесь можно было тоже отремонтировать, да? 150, посчитай, сколько получается. 150, сейчас, 150 дней, то на 20, 3000, 3 тонны, короче, 3 тонны надо угля, минимум. Много как бы, это вот так много. А я не знаю, 600. А тома стоит, сейчас сколько у нас? 2 600 мы узнали. 2 600, да. Да, ну, в принципе, вот и подсчет. Ну, там надо взять побольше, 4 взять. 4 на 2,5, ну, короче, десятка. Десятка на уголь. Ну, дрова тоже нужны будут. А дрова что у вас с дровами? Я уже думала, на зиму вот здесь отремонтировать, поставить вот здесь печку простую, русскую, и жить вот в этом подвале, ничего не надо. Лена, а с дровами что у вас? Вам нельзя в подвале здесь не жить? Нельзя. Вы будете как дети подземелья, или вши, или что будет, ни в коем случае. Вши, да, могут зависеть. Да, передикилез этот, конечно. Нет, нет, подвал нет, у вас же тут будет и пища, и все, нет, готовить, еще придут из ее на месте. Вы представьте, сколько мне топить, около 100 квадратов у меня теперь отапливать надо, это же, я зачем такое сделала? А у меня выхода не было, вот тут посмотрите, приходится это все отапливать. Вы бы снизу замерзли просто и все. Да, у меня, понимаете, у меня нет выхода, мне приходится вот это просто так отапливать помещение недействующее. Ну а его можно, да, действующее. Ну как, тут можно склады, да, тут можно картошку хранить только так, однозначно, на бетонном полу. Недействующее помещение мне приходится топить его, вообще, так жалко, столько денег сюда. Ну а если... А его перекрыть нельзя, да? А? Перекрывать его. А? Я сейчас смотрю, думаю, что, как тут. Я думаю, если вот тут вот утеплителем заложить, здесь утеплитель, ну, пенопласт хотя бы, то можно здесь не отапливать. Здесь двойные стены. Если пенопласт там обложить, вот так вот, как вот там делали у Надежды Васильевны, то зачем тогда отапливать? Отапливать не надо, я. Но дело все в том, что, видишь, если тут вообще не топить... Нет, тут система уже... А видишь, она система, батареи все подключены сюда, представляешь? Да, да, здесь обратка идет. Но ей просто одеваться некуда уже, все, заложница, говорится, система. Ну, Игнать Игнатьевич говорит, надо посмотреть, как-то, что там. Ну, короче, вот 3-4 тонны угля. Чтоб на эту зиму хватило, да? Да, чтоб на зиму хватило. Ну, лучше 4, конечно. Ну, может, там весна пораньше будет, кто знает. Уже одно ведро придется, можно будет. Так что... Ну, и дровишек надо будет, я не знаю, сколько у вас. Вот это дров... вот эти все? Ну, я покажу вам дрова мою. Где-то есть. Там на улице у меня дровеньки есть. Вот дровеньки, если она протекает, она... Это нельзя не отапливать. Если вода на самом деле... Нет, нет, ну, понятно, тут все у вас. У вас кому что... Ну, здесь, это... Кто-то начал-то делать грамотно, я хочу сказать. Кто-то вам тут помогал, верующие. Да, да, только верующие. Здесь не один... Здесь все деньги только христиане верующие. И работы только верующие были. Ну, ясно, что по минимуму все так. Да, потому что некоторые люди приходили, они сами делали. Я им даже говорю, ну, давайте я им хоть сколько денег дам. Они говорят, нет, Лен, тебе, ты мать, 6 детей. И мы тебе... Ну, понятно, да. Не можем брать деньги. Хоть замуж тебя бери. А нельзя ведь уже. Ну, я понимаю. Ну, так, как это, как Иосиф с Мари. Да, уже нельзя. Чтобы обиходить. Да. Это дело такое. Ну, что можно сказать? Я не знаю. Можно, конечно, и чеки все выложить. Ну, 260 тысяч. А, за электричество? Лена, за электричество какой долг? Да, электричество сколько обходится? Так, я по 6 тысяч рассрочку плачу. У меня 72 тысячи долг остался. 72? Остался, да. Я по 6 тысяч каждый месяц оплачиваю рассрочку. А есть что именно сфотографировать это, что есть у вас? Фотоаппарат у Кирилла? Нет, нет, этот, чеки он хотел всех. А, чеки? Вот эти, которые электричество. Вы получаете за детей, там, все ваши прибыли, которые у вас только есть. А, ну, давайте я тогда подготовлю документы. Я сейчас-то не смогу все это собрать. Надо бы сегодня, конечно, это было. А сейчас нельзя быстро это будет в хучу вынести, я бы сфотографировал. Да, они бы там разобрали. Нет, сколько получают, там мне нужно идти в социальный, в пенсионный фонд, брать там справку. Нет, ну так сказать. Нет, так примерно. Примерно, хотя бы сказать. Такого не надо делать. Ну, у меня 20 тысяч пенсия на ребенка, на Настю. Ага. Вот, и 4 тысячи, сейчас добавилось, 4 700 или сколько там, это детские. Вот. Ну, то есть 16 тысяч. Нет, это 24 с половиной. А, 24. Если эти пенсии уберут, то у меня там останется. А когда ее уберут? Через полгода? Ну, я надеюсь, ей продлят еще хоть на год пенсию. Но она пока плохо себя чувствует. Нет, ну это, конечно, желать нельзя. Нет, ну... Ремонт в квартире. Сергей Пупков, который. Да? И я... Да, он же у него был... Мама. Да, мама такая интересная, у него верующая тоже. Я переговорил, я говорю, вы что, вы хотите, чтобы здоровый был сын? Так, а там же вот льготы туда-сюда. Я говорю, да здоровье-то, как его купить? И она начала молиться, и он на следующий год его лишили вообще всего. Говорит, а как ты к нам ходишь здоровый? Сразу, моментально. Вот что значит молитва матери. Так что будем молиться. Так, получается в 30, да? В 30, да. Ну, у меня вот этот долг, я рассчитаюсь, я за школу немножко заплатила, на проездные купила. У меня остается, может быть, там, ну, 6 тысяч на питание. Со всеми долгами, вот все, что за моими закупами, со школами. А питание сколько выходит в месяц приблизительно? Ну, 10-12 тысяч, у меня выходит питание. Ну, я очень экономно, я ничего... Ну, 10-12, я, допустим, по 300-400 рублей в день трачу на детей. Это молоко, хлеб, вот, 3 пакета молока, там, я слышу. 3 булки хлеба за день, их нету. Я даже мясо не покупаю, редкий раз я покупаю мясо. Вообще, это редкость большая, какой-то. Там, праздник. Ну, да, 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 да. Все экономно очень. Так, что еще нам нужно узнать? Ну, вот, дрова, хотела показать. А мы баню еще сделали, тоже выйдет. А, еще баню? Да. Ну, понятно, это 260-ки, да? Я бы еще собрала, старая, это дровенька, да? А, нет, ну, тут вдруг у вас, вдруг у вас пока есть. Вдруг пока есть. У вас там еще еду, там тоже можно кататься. Ну, знаете, как можно, где-то вот здесь. А, вот, пяток-то. Дверь нужна. Да, вот здесь двери такая, что туда будет. Ну, это, зайдите, зайдите, подснимайте. Двери нету, холодно. Открыться. Ну, вот, видите. Ну, я вот даже печку купила на металлобанке. За 2000. Печку вот. 1800, что ли, печку. Она стоит 18, да, ну, да. Ну, тоже... Ну, да, они сейчас дорогие печки. Ну, видите, я на всем старалась где-то как-то, чтобы хоть намыться. Детей-то мыть как. Вот, еще баню сделали. Со всяких. Тоже вот 260 тысяч, пожалуйста. Все. Ну, попробуйте так, сами. Заскань, пожалуйста, бумажку потом. Там вопросы... Ну, жаль, что у нас, конечно, осень такая. Там бумажка большая. Это, карман мне не засунул. Мишечки, мешечки. А, в мешках, да, да? А в мешках... А он столько же стоит? Он дороже немного. Он подороже в мешках. 150 тысяч я нашла оба. Это ваши камушки, они без пыли. По 150 тысяч. Ну, вам же туда без пыли, вам туда супер нужен. Да. Ну, как мы брали для печки. То это в мешках. А с одеждой, Лена, как у вас? С одеждой, как у вас? Слава Богу! Слава Христу моему! Все есть с одеждой. Видишь, и железная крыша тоже. Я пятнашку затратил. Я оплатила 30 тысяч работы и 30 материалов. Ну, понятно. И 20 я дерево меняла крышу. Это 38, 30, 68 и 20. Отдала 88 тысяч. Крыша ушла. Да. 88, да. И мне делал там знакомый, за 30, говорит, эта девушка. Что я сказал. Ну, что говорить. Сделано уже все. Ну, слава Христу. Ну, теперь вот сюда сайдем. Путеплительный. Ну, холодно. Зайдите хоть в дом. Дай мы ехать там. Да мы поедем уже. Ехать надо. Что еще надо будет? Ну, еще что? Чего там надо будет? Ну, давайте я вам, если надо, какие отчеты, там, чеки. Я схожу в пенсионный или где вам мои доходы. Или что нужно? Да, понятно. Сейчас Анна Тихонович звонил, попросил, потом по скапу перезвонить, поговори с ним после всего, что сейчас поговорили. Хорошо. Так что он сейчас скажет вам все. Ну, все тогда, ладно. Ну, храни вас, Господь. Все, с Богом. Спасибо, Христос. Сказали, все. Нам теперь... Все, братцы, садись. Я зайду, потом сумку заберу. Попратишься. Ага. Я тебе сказал, что у Стаса, но я там зачем тебе нарушусь. Что, Игорь, ты меня довезешь до Куны, ведь? Там где-нибудь высадишь? Или что? Конечно. Я тебе пришлю, сейчас по скапу выйти. Ну, все, 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 понял. Ты слышен меня? Да.